Состояние объектов, социальной сферы и содержание придомовых территорий в центре внимания. Сегодня глава Юлия Купецкая побывала в поселках Мирный, Пограничный, в деревне Палихова и в центре реабилитации инвалидов «Меридиан». Какие проблемы были обозначены в ходе объезда и когда они будут решены – все подробности в нашем репортаже. Нам бы хотелось здесь немножко благоустроить. Узкий подъезд ко входным воротам. Нет парковки для автомобилей и высадки пассажиров. Директор комплексного центра реабилитации инвалидов «Меридиан» рассказывает, насколько неудобно подопечным центра добираться до занятий. А на этой асфальтированной дорожке вдоль забора центра не пройти пешком, особенно в непогоду, тем, кто передвигается на инвалидной коляске. Лужи глубокие. Объект важный для нашего города, который посещает ежедневно огромное количество людей с ограниченными возможностями. Глава муниципалитета даёт указание проработать проект благоустройства территории у «Меридиана», сделать её максимально удобной для маломобильных граждан. Далее по маршруту объезда посёлок Мирный. Здесь глава внимательно осматривает придомовые территории. Не все благоустроенные содержатся в чистоте и порядке. И контейнерные площадки. К приезду главы подготовились, отмечает Юлия Купецка. У этих мусорных баков два дворника активно наводят порядок. Но главная проблема, существующая в посёлке, – отсутствие нормального уличного освещения. Об этом главе говорят местные жители. Со светом проблемы у нас в посёлке постоянно. Выключается, включается. Вот сейчас не горит. Может, полчаса назад горит. Немное освещение. Да. Но особенное внимание всё же к объектам социальной сферы. Это здание детского сада. Отсутствует парковка. По утрам здесь хаотичное скопление машин. Но куда серьёзнее другая проблема. Крыша учреждения совсем прохудилась. В спальне и ванной комнате потолок в трещинах и сырости. Главное, это крыша самая. Там, напрямую. Да я вам говорю, что есть блоками. Единственное верное решение, подчёркивает Юлия Купецкая, – капитальный ремонт крыши. Требует финансовых вложений и здание Дома культуры. Оно очень старое. Здесь нет воды и канализации. Дети на занятия приносят воду в бутылках, а в туалет ходят на улицу. Там установлен деревянный туалет. Все кружки фактически в одном помещении. Хореографический, вокальный. Есть кружок прикладного творчества. Есть кружок для жителей, кому за. Театральный есть кружок. Постановки очень интересные. Да, это прикладное творчество. Построить новый дом культуры на сегодня нереально. Но вот провести воду и канализацию, отремонтировать кровлю и полы – задача посильная. Возможно, эти работы будут включены в бюджет следующего года. В посёлке Пограничный главу муниципалитета встречают активные жители. В этом году по их просьбе установили детскую площадку, навели порядок во дворах. Теперь есть тротуары. Просят лишь исправить один недочёт – правильно заасфальтировать дорогу к контейнерной площадке. Мусоровозы разбили её. Пожилые люди здесь спотыкаются. Но Юлия Купецкая обращает внимание и на неубранный мусор вдоль теплотрассы. Скопился он явно давно. Срочно провести субботник поручения территориальному отделу Донковский. За эти буквально два года очень много было сделано. Поэтому, в принципе, не очень много проблем. Те проблемы, к которым жители обращаются, я думаю, в плановом порядке мы их решаем. Значит, очень была большая просьба поставить остановки с двух сторон. Потому что остановки не было. Особенно не было остановки, которая шла в город. Поэтому мы в прошлом году тоже решили проблему. Детскую площадку жители просили, мы тоже поставили. В общем, всё потихонечку делается. Владельцы земельных участков коллективного сада «Маяк» обратились в администрацию с просьбой ограничить движение по дороге, соединяющей улицы Пограничная и Борисовское шоссе. Сегодня глава посетила заявителей, чтобы разобраться на месте, как лучше разрешить проблему. Люди жалуются, что после асфальтирования грунтовой дороги, произведённого несколько лет назад, машины здесь летают. Кроме того, много пыли и появились уже ямы. Приведение в соответствие нормативам проезжей части – задача муниципалитета. От ответственности никто не уходит, объяснила Юлия Купецкая. Но вот содержать территорию у СНТ в порядке, добавила она задача владельцев земельных участков. На обочине горы мусора и строительные отходы. Смотрите, в каком виде. Мы ездим на свалке на лесной, вот, знаете, мало отличается. Вот коллеги, наверное, согласятся. Мы каждую пятницу убираем. Уборка каждую пятницу вызывает явные сомнения. Если мусор так и не будет убран с обочин, административная комиссия оштрафует коллективный сад. Деревня Палихова. Здесь тоже ждали главу городского округа. Но вопросов немного. Половина деревни – вот это и то поле, там, Новозаречная, Синяя улица, но без жара. Потому что здесь есть какие-то колодцы, ну, частные колодцы. То у нас там, таз, который складно есть, она для питья вообще никуда на коричневом, там, складной железой. Уже очень много сделано. Просили детскую площадку. Детскую площадку мы вот сейчас заканчиваем, да, вот устанавливают. Просили дорогу, просили, правда, асфальтированную. Но на данный момент мы только щебенкой сделали, отсыпали щебнем. Так как в следующий год, на следующий год будет проводиться центральная питьевая вода, коммуникация. И только после того, как проведется центральная вода, на следующий год будет уже разговор об асфальтировании этой дороги. Ни одно заявление от жителей городского округа не будет оставлено без внимания. Это подчеркнуло глава муниципалитета сегодня во время своей рабочей поездки.